Наш край всегда был богат народными умельцами, и сегодня в современном мире их творчество по-прежнему актуально. Это прогулки по столице, сегодня вспомним о традиционном творчестве народа Мари и заглянем в некоторые мастерские современных ремесленников. Народное искусство марийцев имеет глубокие многовековые традиции. С древности марийский народ свое отношение к красоте, богатство творческой фантазии и тонкость эстетического вкуса выражал в украшении бытовых, хозяйственных и ритуальных предметов, одежды, головных уборов, ювелирных изделий. В городе Царево-Кокшайске местное население в основном оно было русским, потому что марийское население оно жило в округе, вокруг города Царево-Кокшайска, и здесь же располагались деревни, в которых занимались различными промыслами. Гончарным ремеслом, бандарным искусством, это изготовление бочек, обработкой кожи и шитьем. Очень популярным был такой вид ремесла, как плетение. Использовали такие материалы, как ивовый пруд, черемуховый пруд, пруд рябиновый. Многие, наверное, не знают и никогда не слышали, что плели из еловых корней. У нас есть небольшая соломка, которая в виде шкатулки, она сплетена из елового корня, а также сундучок. Традиции лозоплетения продолжают в ботаническом саду Ешкаралы. Именно здесь находится цех художественного плетения из лозы. Вот эти саженцы потом попадают на большую плантацию, и из них уже делают вот эти заготовки, которые потом используют мастера. Технология за сто лет практически не изменилась, говорит мастер лозоплетения Елена Рыбакова. Весь процесс плетения остался прежним. Инструменты практически те же – шило, ножик, молоток, кусачки. Разве что теперь мастера используют не дикорастущую лозу, а специально выращенную. Удивительно, но вся вот эта мебель, вся она сделана вручную. Для того, чтобы изготовить вот это кресло, потребуется опытному мастеру минимум неделя. А на изготовление вот этой корзины уйдет три часа. Для того, чтобы стать мастером, потребуется как минимум полгода. Наблюдая за тем, как ловко Елена справляется с корзинкой, кажется, что научиться этому довольно просто. Однако на практике все оказалось совсем не так. Мне не хватает либо сил, либо толку, либо навыка. Следующий вид ремесла, который развивался у нас довольно стремительно, связан с месторасположением Марийского края. Главным видом ремесла это была обработка дерева. Почему? Потому что дерево, оно, наш лесной край, он богат именно этим материалом. Из дерева рубили избы, ставили ворота. Из дерева делали необходимую утварь, домашнюю мебель, изготавливали, ну и предметы быта и обихода. Делали домашнюю посуду, миски, ковши с вертикальными ручками, украшенные скульптурной резьбой. Как правило, навершия ковшей украшали тотемными животными. Это олень, конь, утка. Сегодня это искусство несколько трансформировалось. Современные мастера говорят, что заказов на изделия из дерева, вырезанных вручную, сейчас очень мало. Однако животные, вырезанные из дерева, по-прежнему пользуются спросом. В основном заказчики такие все статусные, уважаемые люди, и поэтому, ну, конечно, предпочитают львов. Сильных животных. Да, сильных, мощных животных. Наличники, домашнюю утварь, сейчас уже не заказывают, рассказывает Александр. В основном резную мебель, лестницы. Причем сначала заготовку выполняют на станке, а уже затем мастера вручную придают ей окончательный вид. Вот так. Да, да, да. Так, это надо держать. Во-во-во-во. А силы надо или чего? Надо самое главное почувствовать, нужно дерево. Основные сорта, которые сейчас используют в работе, это дуб и ясень. Как карандаш, как вот пишущую ручку. Вот, вот, вот. Ведущее место в марийском народном искусстве также всегда занимала вышивка. Именно в вышивке и в декоре народного костюма наиболее ярко и самобытно сложились богатые художественные традиции жителей нашего края. Вышивки учились с 8 лет, потому что девушка к замужеству должна была вышить до 15 рубах мужских и женских для того, чтобы одарить родню жениха, чтобы ее любили, привечали. Это был колоссальный и тяжелый труд, потому что не было электричества. В основном вышивкой занимались при дневном свете. И зимой, допустим, если свет лучины использовался, это было, конечно, сложно. В Яшкороле и сейчас есть рукодельницы, которые продолжают народные традиции. Ираида Александровна марийской вышивкой занимается уже 20 лет и говорит, что спрос на национальные наряды до сих пор высок. Техника марийской вышивки – это особая техника. Техника по счету нитей на ткани. То есть, куда воткнуть иголку, нужно постоянно сидеть и считать. Но при всем при этом, конечно, нужно соблюдать много правил, чтобы получилась именно марийская вышивка. На мне сейчас марийский национальный наряд замужней женщины, которую она могла надеть на большой праздник, например, на свадьбу, либо на моление. А вот этот вот головной убор, он один из самых древних. Высота его доходила до 40 сантиметров и называется он шурка. Если женщина прошла в старинной, настоящей вышивке на платье, то по ней можно было узнать, какого уровня в социуме эта женщина. То есть, статус социальный ее – замужем, не замужем, сколько детей, какие дети, мальчики, девочки. Все это вот на наплечных, на нагрудных, на спинке все это вышивалось. В республике Мурил регулярно проводятся конкурсы народных мастеров и выставки их изделий. Все это, конечно, способствует возрождению и развитию различных видов традиционного и современного народного искусства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова